Чтобы выполнить тест, нужно присмотреться к чёрной картинке, определить все возможные стороны поворота и переместить машину в указанное место. Такой тренажёр — возможность почувствовать себя внутри беспилотного автомобиля. Они могут заменять, естественно, человека. То есть ты просто сидишь, а машина едет, показывает, где идут люди. Ну, для себя она это делает. И по мне это очень круто. Как выглядит беспилотное транспортное средство под капотом и как оно работает? Мартовский урок цифры в Центре образования «Луч» как раз про это. Чем отличается «Лидар» от «Радара» и как они помогают в планировании маршрута автомобиля, теперь знают и сами ученики. «Лидар» — это трёхмерная система, которая определяет штриховой линией, что где находится. А «Радар» — это система, которая в конкретном направлении идёт, которая опознаёт объекты, и устройства в них разные. Контент для каждого урока цифры создают ведущие российские компании. Сегодня специалисты «Яндекса» рассказывают о технологиях, которые ещё несколько лет назад казались чем-то из области фантастики. Компания «Яндекс» развивает беспилотные технологии с 2017 года. Сегодня в нашем автопарке уже более 160 автомобилей, поддерживающих эту технологию. И, безусловно, это очень сложные технологии, о которых хочется максимально просто, доступно рассказать в рамках школьного урока цифры. Всероссийский проект «Урок цифры» реализуется уже третий год. Для школьников это возможность получить уникальные сведения, которые не всегда можно найти в интернете. Это прямой диалог между учениками и экспертом. Как вы думаете, для чего тогда нужны эти технологии, если есть человек, обладающий навыком вождения, и он же может ехать и соблюдать всё, о чём вы рассказали? Ну вот, допустим, это можно использовать, например, на перевозке на дальние дистанции. Если человеку будет это трудно сделать? Варианты хорошие, да. Белгородская область работает с Яндексом с 2019 года. Образовательные инициативы Яндекс.Лицей и Яндекс.Учебник уже получили широкое распространение в регионе. Департамент цифрового развития говорит о потенциале такого сотрудничества и готов к новым проектам. Всё, что есть у Яндекса, мы это всё структурируем и взаимодействуем с ними при решении огромной количества вопросов. Сотрудничество достаточно широкое, и мы рассчитываем, что мы его будем дальше развивать. Михаил Перетокин, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на мире Белогория.